Совет экономической взаимопомощи Красивое здание на Новом Арбате в центре Москвы. Красивые слова о международной социалистической интеграции. Добровольном и равном экономическом союзе социалистических стран, который когда-то в туманном будущем станет мировым госпланом. Так это звучало в 60-е, 70-е годы. Здание СЭФ давно занимает московская мэрия, а страны Восточной Европы предпочитают не вспоминать о советском прошлом. СЭФ пал жертвой этой избирательной амнезии. Сегодня поговорим о том, чем СЭФ не был, чем он был и чем он должен был стать. Датой образования СЭФ принято считать 8 января 1949 года, когда в Кремле на приеме у Сталина были оглашены итоги учредительного совещания Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Участники совещания договорились о создании Совета экономической взаимопомощи. У новой структуры было 7 основных задач. 1. Согласование планов развития экономики на основе специализации и кооперирования производства. 2. Согласование внешнеторговых планов. 3. Разработка вопросов многостороннего клиринга и валютных курсов. 4. Координация транспортных перевозок. 5. Научно-техническое сотрудничество. 6. Оказание технической помощи. 7. Наблюдение за выполнением планов. 8. Помощь в случае стихийных бедствий и при дискриминации со стороны капиталистических стран. Дата образования СЭФ немного условна, поскольку решение было обнародовано только в конце января 49-го года. А устав СЭФ вообще был утвержден только через 10 лет, в 59-м году. То есть первые 10 лет у СЭФ вообще не было четких официальных функций и структуры. В этой странной заминке проявилась непоследовательность Советского Союза по вопросу о том, чем вообще должен быть СЭФ. В период холодной войны в западной советологии было распространено представление о СЭФ либо как о социалистическом клоне Европейского экономического союза ЕС, либо как о поводке, на котором Москва якобы держала восточноевропейские страны. После краха социалистических режимов этим странам было выгодно продолжать изображать из себя жертв геополитических интересов Кремля. Но в 2010-е годы выявилось новое поколение историков как в Европе, так и в России, которые с опорой на архивные документы показали, что вообще-то все было наоборот. СЭФ был не клоном современного Европарламента, а площадкой для обмена мнениями по экономическим вопросам. И тон в нем задавали восточноевропейские страны. Именно страны Восточной Европы поставили вопрос о необходимости экономической координации, а Советский Союз только реагировал на эти предложения. В 1948 году произошло сразу несколько событий. В апреле начал действовать американский план Маршалла, направленный на восстановление экономик Западной Европы. Помощь обставлялась рядом экономических и политических требований, чтобы привязать западноевропейские страны к США политически и экономически. В начале 1949 года в США был принят закон о контроле над экспортом, на основании которого Штаты стали ограничивать торговлю подконтрольных им европейских стран с восточными соседями. Европа разделилась на два лагеря. Причем для стран Восточной Европы это разделение прошло по живому. До войны их экономики в основном ориентировались на рынки западных стран. Наиболее развитые восточноевропейские страны первыми попытались отреагировать на новую реальность. В апреле 1948 года Польша и Чехословакия договорились о двустороннем экономическом союзе. Не дожидаясь пока дозреют остальные страны народной демократии, они договорились о промышленном сотрудничестве, развитии взаимодополняющих производств и росте товарооборота. Параллельно разгорался конфликт СССР и Югославии, а Болгария и Албания все настойчиво пытались выйти из зависимости от последней. В июне 1948 года на второй сессии Коминформа, собранной специально для коллективного осуждения Югославии, болгарский представитель практически прямым текстом заявил, что осудить-то они готовы. Но тогда кто-то другой должен заменить Югославию в болгарской внешней торговле. Советскому Союзу пришлось реагировать на эти процессы, предложив создать какой-то комитет для экономической координации, куда входили бы все страны народной демократии, кроме Югославии. Вскоре в состав СЭФ были приняты Албания и ГДР. Ключевые решения должны были приниматься на сессиях СЭФ, между которыми советом руководило бюро СЭФ. СЭФ создавался при участии Молотова и Микояна. Но всего через месяц, в феврале 49-го года, в СССР начинается Ленинградское дело, а Молотов и Микоян попадают в опалу, лишившись, соответственно, постов министра иностранных дел и министра внешней торговли. СЭФ остается без своих советских кураторов, что практически сразу приводит к конфликту между СЭФ и Газпланом. В феврале 50-го года был подписан договор о взаимных поставках между СССР и Чехословакией на следующую пятилетку. Но через несколько месяцев выяснилось, что СССР не нуждается в таком количестве чехословацкого оборудования. Чехословаки думали, что предложения, разработанные бюро СЭФ, согласованы с Советским Союзом. А Микоян, который улаживал конфликт, пояснил, что в функции аппарата СЭФ входят лишь сбор и обобщение идей и подготовка рекомендаций, которые имеют силу только если их согласуют все страны-участницы. В итоге конфликт был улажен, и новым представителем Советского Союза в СЭФ политбюро назначило все того же Микояна, который повернул деятельность организации в русло вопросов торговли. Первая попытка координации планов развития восточноевропейских стран и Советского Союза таким образом захлебнулась. Я так подробно рассказываю про эти детали, чтобы показать, что в случае СЭФ популярная в интернете схема, что при Сталине все работало, а потом Хрущев все испортил, совсем неприменима. Советская внешнеэкономическая политика в последние годы жизни Иосифа Виссарионовича отличалась большой непоследовательностью. К примеру, в 1952 году в Москве с успехом прошло международное экономическое совещание, посвященное возобновлению торговли с капиталистическими странами. Капиталисты на нем заявили, что им не нравится американская политика санкций. Но успеха этого совещания СССР развивать не стал. Вместо этого СЭФ первые годы развивался как структура по координации торговли соц стран с кап странами, чтобы соц страны не конкурировали друг с другом и помогали друг другу валютой. 3,5 года с ноября 1950 года по март 1954 сессии Совета экономической взаимопомощи вообще не собирались. Попытку оживить СЭФ предпринимает в январе 1954 года Вячеслав Молотов. По его предложению политбюро принимает проект о реорганизации Совета экономической взаимопомощи. Суть реформы заключалась в том, чтобы от согласования планов внешней торговли все-таки перейти к согласованию планов развития производства. Механизм координации был следующим. Были созданы рабочие комиссии, включавшие представителей хозяйственных министерств и ведомств, а также соответствующих органов других стран СЭФ. Комиссии создавались по отраслевому принципу, по таким отраслям, как машиностроение, черная цветная металлургия, химическая промышленность. То есть речь шла не о согласовании всех пятилетних планов, а о согласовании планов отдельных отраслей. Комиссии составляли расчетные балансы ресурсов и потребности по наиболее важным видам продукции. Определив общий дефицит каждого вида ресурсов и возможности его удовлетворения на действующих предприятиях, комиссии переходили к рассмотрению вопросов международной специализации производства для повышения серийности выпуска. За два года состоялось аж четыре сессии СЭФ, на которых согласовывались направления развития промышленности и сельского хозяйства стран СЭФ. Формой реализации предложений должны были стать долгосрочные торговые договоры. Торговый договор на поставку определенной продукции на несколько лет вперед был бы правовой основой, чтобы начать эту продукцию производить. Поскольку формально СЭФ оставался лишь рекомендательной структурой, была разработана следующая схема. В мае 1956 года очередная сессия СЭФ окончательно утрясала планы развития важнейших отраслей и проекты долгосрочных торговых договоров. А через месяц после сессии СЭФ собиралось совещание руководителей коммунистических и рабочих партий, которые бы уже придавало этим планам силу закона. Казалось, все идет к тому, что уже в новой шестой пятилетке важнейшей отрасли всех стран СЭФ будут развиваться согласованно. Но... Но советская книга по планированию в СЭФ 1968 года скупо сообщала читателям, что в тех рекомендациях были недостаточно учтены фактор взаимной выгоды и отсутствовало должное сочетание работ над национальными планами и работ по международным договорам. За этими сухими строчками скрывался экономический, а затем и политический кризис в Польше, антисоветский мятеж в Венгрии и отмена шестой пятилетки в СССР. После Второй мировой войны часть территории Германии отошла Польша вместе с находившимися там предприятиями, которые по условиям выплаты репараций должны были быть демонтированы и вывезены в СССР. Чтобы не лишать Польшу этого оборудования, было заключено соглашение, что Польша поставляет в СССР уголь по ценам в 10 раз ниже рыночных, тем самым постепенно компенсируя стоимость доставшихся ей производств. Вопрос о расширении производства тянул за собой вопрос о капитальных вложениях. Проще говоря, если мы начинаем развивать производство для поставок продукции потребителям в других странах, то и оплачивать расширение производства должны иностранные потребители. По всей видимости, в торговых договорах этот вопрос должным образом решен не был. Весной 1956 года Польша сорвала согласованные поставки угля в Венгрию и Чехословакию. А в июне на совещании главком партии польский лидер Эдвард Охаб остро поставил вопрос, что без участия других стран в развитии польской угледобычи поставки в страны СССР будут сорваны. А если страны СССР в ответ на срыв поставок угля откажутся поставлять в Польшу свои товары, польская сторона будет вынуждена продавать уголь капиталистам за валюту для покупки необходимого ей на мировом рынке. И поставки угля опять-таки будут сорваны. Через несколько дней в Польше разразился политический кризис, результатом которого стала смена руководства. К власти пришел Владислав Гомулка. Он договорился о списании Советским Союзом польских долгов и о переходе Польши в торговле углем с СССР к мировым ценам. Вдобавок СССР выделил Польше разнообразное промышленное сырье и согласился на сокращение поставок польских товаров в СССР против ранее согласованных объемов. Крупные дополнительные средства СССР был вынужден выделить и Венгрии для снижения социальной напряженности после подавления антисоветского мятежа, произошедшего в октябре-ноябре 1956 года. А в начале 1956 года СССР поддержал идею для повышения жизненного уровня в ГДР и Чехословакии как можно полнее загрузить мощность их предприятий заказами всех соц. стран. Вдобавок к этому СССР выделил им кредит в валюте для закупки пшеницы на мировом рынке. В итоге получилось, что весь 1956 год Советский Союз спасал своих восточноевропейских партнеров. В конце 1956 года Пленум ЦК КПСС был вынужден признать, что план шестой пятилетки в СССР не выполняется. И его нужно пересматривать. Хрущеву пришлось писать властям Югославии письмо с извинениями, что Советский Союз не может в ранее согласованные сроки приступить к строительству в Югославии ряда промышленных объектов, так как после оказания помощи Польше, Венгрии, ГДР капиталовложений уже не хватает самим. Таким образом, любые крупные проблемы с выполнением планов в любой из стран СЭФ вызывали эффект домино, приводя к цепным срывам взаимных обязательств. Вдобавок СССР оказывался в ситуации, когда он вынужден был подчинять свои экономические интересы политической целесообразности. В 1957 году шестую пятилетку отменили. Вместо нее Хрущев предложил разрабатывать семилетку. Кроме того, в СССР прошла реформа управления промышленностью, были созданы совнархозы и расформированы многие министерства. Двухлетняя подготовительная работа по согласованию планов стран СЭФ прошла зря. В 1950-е годы и в Западной, и в Восточной Европе выявился основной ограничитель дальнейшего экономического роста – нехватка топлива и сырья. В Западной Европе для решения этой проблемы еще в 1951 году было создано Европейское объединение угля и стали, предшественник Евросоюза. В Восточной Европе все те же Польша и Чехословакия, которые десятилетиями ранее, не дожидаясь создания СЭФ, начали координировать свою промышленную политику, в 1958 году договорились, что Чехословакия дает кредит на развитие добычи польских углей, на который Польша может покупать в Чехословакии промышленные и потребительские товары, а погасит кредит поставками своего угля. По схожей схеме разворачивалось двустороннее сотрудничество Польши с ГДР и Венгрией. Ключевое слово тут – двустороннее. Вместо согласованного развития экономик стран Восточной Европы как целого, страны начинают вынужденно решать свои проблемы в двустороннем порядке. Кроме того, вместо объединения усилий по развитию обрабатывающей промышленности передовых отраслей, страны объединяли усилия для снабжения себя сырьем. По линии СЭФ работа по координации планов продолжалась, но также в двустороннем режиме. Да вдобавок по-прежнему только по отдельным отраслям. Рабочие комиссии СЭФ, возникшие в 1954 году, были оформлены как постоянные комиссии. Каждая комиссия разрабатывала свою собственную методику и программу координации планов. Методики включали набор показателей, которые страны должны были передавать в органы СЭФ. Отраслевые комиссии на основе поступивших им материалов должны были проводить анализ развития соответствующих отраслей экономики и перспективы развития техники. На этой основе должны были готовиться предложения по специализации и кооперированию производства. Параллельно вновь образованная постоянная комиссия по экономическим вопросам должна была готовить методики сравнения экономической эффективности капиталовложений. Это позволило бы понять кто, кому и сколько должен платить за расширение производства в другой стране. К апрелю 1960 года должны были быть заключены двусторонние долгосрочные торговые соглашения между странами СЭФ на период до 1965 года с учетом рекомендаций отраслевых комиссий. Результатом этой деятельности стало заключение между странами СЭФ 21 долгосрочного торгового соглашения о взаимных поставках товаров. Эти соглашения охватывали примерно 80% товарооборота между странами СЭФ, правда в укрупненной номенклатуре. Конкретизация взаимных поставок производилась при заключении ежегодных протоколов о взаимных поставках. Взаимный товарооборот стран СЭФ должен был вырасти в 1965 году по сравнению с уровнем 1958 года в 1,8 раза. Долгосрочные соглашения позволяли наконец перейти от планов поставок к планам развития промышленности под эти поставки. Основной формой взаимного участия становились товарные кредиты на развитие производства. Страны поставляли оборудование на строящиеся заводы, а потом получали обратно стоимость этого оборудования продукции этих заводов. При этом соглашения по коллективной добыче сырья заключались гораздо охотнее, чем соглашения о совместном производстве конечной продукции. Чехословакия участвовала в расширении добычи железной руды в СССР. В Польше совместными усилиями развивали добычу меди, в Болгарии — целлюлозы и цветных металлов, в Венгрии — добычу бокситов и глинозема. Все страны СФ согласились поучаствовать в строительстве в СССР фосфоритного рудника в Ленинградской области и знаменитого магистрального нефтепровода «Дружба», по которому советская нефть шла в Восточную Европу. Дело в том, что вопрос, в какой стране какое сырье добываем, решался по факту наличия сырья — где есть, там и добываем. А вопрос о специализации машиностроения или любого другого, не привязанного жестко к определенной территории производства, наталкивался на ожесточенное сопротивление менее развитых стран СФ — Румынии и Болгарии. Они заявляли, что если и дальше развивать производство там, где оно наиболее развито и может принести наибольший эффект, то тем самым отсталость менее развитых стран консервируется. Экономическая логика входила в противоречие с задачей выравнивания уровней социального развития. На 12-й сессии СФ постоянная комиссия по машиностроению представила предложение по специализации производства различного оборудования. А уже на следующей, 13-й сессии СФ в 1960 году руководство СФ потребовало от постоянной комиссии по машиностроению в дальнейшем учитывать необходимость быстрого развития машиностроения в странах, где оно менее развито. Кроме того, поскольку рекомендации СФ оставались лишь рекомендациями, когда доходило до заключения соглашений о взаимных поставках, страны просто отказывались поставлять друг другу продукцию в тех объемах, которые были в рекомендациях. Проблема была не только в оппортунистическом поведении, но и в том, что рекомендации СФ и пятилетние планы разрабатывались одновременно. И на момент проведения консультаций производители еще не знали своих национальных планов и, соответственно, не могли поручиться, что их мощностей хватит на то, чтобы удовлетворить потребности других стран. Особенностью совместной деятельности в тот период было то, что Советский Союз согласился взять на себя балансирующую роль. СССР согласился поставлять увеличенные объемы топлива и сырья и в более значительных размеров покупать машины и оборудование в европейских странах СФ для смягчения диспропорций их развития. Как оказалось, советская щедрость готовила почву для очередной попытки Москвы превратить СФ из площадки для взаимных консультаций в супергазплан. Молотов к тому времени уже был отстранен от власти и за дело взялся лично Никита Сергеевич Хрущев. В 1960 году Советское Министерство иностранных дел направило в Политбюро ЦК КПСС записку, в которой предлагало определить профиль специализации каждой страны в рамках СФ, ввести единую валюту и сделать решения СФ обязательными для стран-участниц. В начале 1962 года свои предложения по реформе СФ направила Польша. Поляки тоже требовали создания наднационального органа принятия решений, учреждения арбитражной комиссии для регулирования взаимных претензий стран-участниц и т.д. К декабрю 1961 года был разработан проект «Основных принципов международного социалистического разделения труда». В принципах со ссылкой на Ленина подтверждался курс на создание в будущем мирового коммунистического хозяйства, регулируемого трудящимися по единому плану. Заявлялось, что необходимо смещать центр плановой работы от двусторонней координации к многосторонней и распространять ее в первую очередь на перспективные планы, чтобы можно было предусмотреть мероприятия по специализации и кооперированию производства. Принципы были утверждены очередным совещанием представителей коммунистических и рабочих партий летом 1962 года. Как продолжение этого совещания открылась внеочередная 16-я сессия СЭФ, на которой советская сторона предложила повысить роль СЭФ и сделать его решения более обязательными для стран-членов. Основной формой сотрудничества в области плановой деятельности должна была стать координация долгосрочных планов на срок до 20 лет. Для этого в СЭФ создавалось бюро по сводным вопросам хозяйственных планов. На всю работу по выработке и координации планов стран СЭФ на 20 лет вперед давалось всего полтора года. Бюро по сводным вопросам хозяйственных планов в 1963 году приняло постановление о порядке и сроках координации планов, которым эта работа делилась на два этапа. Второй этап подразумевал многостороннее долгосрочное планирование. Казалось, вот оно. Планирование развития социалистических стран как единого целого, наконец-то становится реальностью. Но... Но... Румыния Маленькая, но гордая Румыния весной 1963 года выступила резко против предложений о повышении роли СЭФ и особенно против предложений сделать решения СЭФ обязательными для стран-участниц. На заседаниях Бюро по сводным вопросам хозяйственных планов Румыния заблокировала предоставление в СЭФ необходимой для сводного планирования информации и добилась отмены второго этапа работ, подразумевавшего многостороннее долгосрочное планирование. Как? Как такое было возможно? Дело в том, что устав СЭФ писался в расчете на друзей, а не на врагов. В уставе была статья, что любая страна СЭФ может заявить о своей заинтересованности в рассмотрении любого вопроса. И что все рекомендации принимаются лишь с согласия заинтересованных стран-членов СЭФ. Подразумевалось, что если страну какой-то вопрос не интересует, она в его разработке и не участвует. А если интересует, то у нее есть стимул договориться и решить вопрос консенсусом. Румыния поломала эту схему. Она заявляла о своей заинтересованности во всех вопросах. После чего заявляла о своем несогласии с любым вариантом решения. В том числе, разумеется, о несогласии с попытками изменить устав СЭФ, чтобы ликвидировать эту уязвимость. Попытки сделать СЭФ не местом для дискуссий, а органом наднационального регулирования провалились. Может возникнуть два вопроса. Зачем Румыния это делала и почему ей это позволяли? Румыния была одной из наиболее отсталых в экономическом отношении стран Европы. И опасалась, что при появлении наднационального регулирования это положение законсервируется, так как промышленность эффективнее развивать там, где она уже есть. Например, в ГДР, Польше или Чехословакии. Кроме того, все восточноевропейские страны СЭФ так или иначе играли на два поля. Старались выторговать себе условия получше в торговле и с Советским Союзом, и одновременно со странами Запада. А Румыния играла на три, даже на четыре поля. В 1964 году она заявила о своей особой позиции в советско-китайском расколе, продолжая торговать с Китаем. И вдобавок старалась поживиться чем-нибудь на рынках развивающихся стран. Совершенно вопиющий случай произошел в деятельности рабочей группы по фосфоритам СЭФ. Все страны СЭФ нуждались в удобрениях для сельского хозяйства. А эта рабочая группа обсуждала совместное строительство фосфорных рудников в третьем мире. Советский Союз в 1974 году разработал проект рудника и завода по производству суперфосфата в Сирии. И передал этот проект другим странам СЭФ, чтобы те могли поучаствовать в строительстве и потом получать фосфаты. Вскоре выяснилось, что в феврале 1975 года Румыния тайком от остальных стран СЭФ заключила договор с Сирией на строительство аналогичного завода тройного суперфосфата, очевидно использовав для этого советские чертежи. Сирия заявила, что два одинаковых завода ей не нужны. И теперь уже Румыния могла выбирать, кого допустить до участия в строительстве, а кого нет. Наглое присвоение нескольких лет коллективной работы сошло с рук. Дело в том, что в 1961 году о выходе из СЭФ заявила Албания. А в 1963-м Советский Союз был вынужден публично признать разрыв отношений с Китаем. Потерять в такой ситуации еще и Румынию СССР был не готов, чем последнее пользовалось. Кроме того, выяснилось, что хрущевский план построения основ коммунизма за 20 лет, с которым должны были согласовывать свои планы другие стран СЭФ, нереалистичен, а самого Хрущева в 1964 году сняли с должности. Последующий пересмотр хрущевской политики в области химизации привел к тому, что СССР стал отказываться от собственных заказов на химическое оборудование, сократив размеры согласованных поставок на 1966-1970 годы в три раза. Разумеется, это вызвало протест и возмущение стран-поставщиков. Так закончилась очередная попытка наладить совместное планирование. В 60-е годы согласование планов продолжалось в двустороннем формате, фактически параллельно с ЭФ. Заинтересованные страны обменивались делегациями представителей министерств. Те обсуждали возможные направления кооперации и специализации. Затем эти договоренности согласовывались госпланами договаривающихся стран и оформлялись долгосрочными торговыми соглашениями. Связь министерств Газплана и СЭФ обеспечивалась тем, что министерства свои предложения по сотрудничеству со странами СЭФ сообщали отраслевым отделам Газплана. А в Газплане и в профильных структурах СЭФ, занимавшихся планированием, работали одни и те же люди. К примеру, руководитель советской части бюро исполкома СЭФ по сводным вопросам хозяйственных планов МИСНИК был одновременно заместителем председателя Газплана СССР. Газплан организовывал межведомственные совещания, на которых проводившие консультации с другими странами СЭФ-министерства знакомили участников, другие советские ведомства, с результатами этих консультаций. Там же принимались решения, какие предложения стран СЭФ принимать, а какие отклонять. Эти решения передавались в отдел внешней торговли Газплана для составления плана внешней торговли и в сводный отдел для составления плана по промышленности. Фактически в 60-е годы сложилась система кооперации параллельная СЭФ, которая позволяла без каких-либо обязывающих для всех стран СЭФ решений участвовать в кооперации именно тем, кто хотел участвовать. Проблем у нее было две. Двустороннее сотрудничество было заведомо менее эффективно, чем многостороннее, хотя бы из-за меньших объемов производства. А отраслевые министерства, которые оказались главным звеном переговоров, не знали и не могли знать потребности и приоритеты экономики в целом и ориентировались лишь на потребности своих отраслей. Летом 1968 года в отделе координации Газплана прошло совещание с машиностроительными министерствами по вопросу предварительных итогов первого этапа работы по координации планов на 71-75 годы со странами СЭФ. Давая общую оценку взаимодействия, начальник отдела, иноземцев, указал, что страны СЭФ подкомплектовывают свое машиностроение за счет СССР, а на полноценную кооперацию не идут. Иноземцев подчеркивал, если мы не дорабатываем в вопросах специализации и кооперирования, за нас это делают западные страны. И действительно, объемы торговли восточноевропейских стран СЭФ с Западом росли быстрее, чем с Советским Союзом. Иноземцев делал вывод, что министерства вместо того, чтобы за счет кооперации и специализации повышать эффективность, используют импорт, чтобы облегчать программу своим заводам, латать конъюнктурные прорехи в своих планах, решать вопросы текущих дефицитов. Возражая на замечания Газплана, присутствовавшие на совещании министры подчеркивали, что не знают ни цен, ни капиталовложений, ни лимитов на материалы, ни внутренней потребности в своей собственной продукции на 1971-1975 годы, и потому не могут точно сказать, что они будут в состоянии экспортировать. Представители министерств требовали от Газплана дать им общую пропорцию взаимных поставок, рассчитанную исходя из необходимости сведения баланса внешней торговли по всем товарным группам, а не только по машиностроению. В условиях плановой системы координироваться снизу, фактически в обход процесса планирования, было крайне трудно. Для того, чтобы придать этой частной активности министерств некое единое направление, требовалось к началу переговоров уже иметь план развития СССР, а лучше план развития экономики социалистического лагеря. Пусть не как директиву, но хотя бы как ориентир. Но никаких органов, которые могли бы его выработать, за первые 20 лет существования СССР не возникло. Присутствовавшие на совещании министры указывали, что достигнутые соглашения советских министерств с аналогичными министерствами стран СССР не обязательно потом становились основой торговых протоколов о товарообороте. Советские министерства требовали привлечения к переговорам представителей Министерства внешней торговли, чтобы достигнутые договоренности действительно доходили до реализации. Острее всего на совещании выступил министр автомобильной промышленности Тарасов. Он прямо заявил, что коренная проблема кооперации заключается во все увеличивающемся отставании советского машиностроения от уровня машиностроения стран СЭФ. Если сравнивать капиталовложения, которые мы вкладываем в сырьевые отрасли, и то, что мы вкладываем в машиностроение, то получится доля мизерная. Мы можем много речей произнести, много хороших советов наговорить, но если мы серьезно не возьмемся в этой пятилетке за машиностроение, мы этот уровень соотношения экспорта и импорта будем и дальше снижать. Александр Михайлович Тарасов, министр автомобильной промышленности. В этом выступлении звучит проблема, которая в дальнейшем стала хронической для положения СССР в мировом разделении труда. Согласившись обеспечивать стран СЭФ сырьем, многими видами которого они сами не обладали, СССР загнал сам себя в экономическую ловушку. На увеличение добычи сырья на единицу требовалось больше капиталовложений, чем на увеличение на единицу объемов производства машиностроительной продукции. Как следствие, европейские страны СЭФ сопоставимыми объемами капиталовложений могли в большей мере нарастить обрабатывающую промышленность, чем Советский Союз добывающую. Это означало, что при одинаковых вложениях из-за разной капиталоемкости отраслей потребность стран СЭФ в советском сырье возрастала быстрее, чем советские возможности ее удовлетворять. В результате СССР был вынужден вкладывать все больше и больше средств в добычу сырья, а на развитие собственного машиностроения оставалось все меньше и меньше. И Советский Союз все больше и больше отставал, а страны СЭФ все менее охотно шли на кооперацию. Новая попытка наладить многостороннее планирование на площадке СЭФ начинается в конце 1967 года, когда начинается работа над будущей комплексной программой социалистической экономической интеграции. 5 октября 1967 года политбюро ЦК КПСС приняло поручение постоянному представителю СССР в СЭФ Лесечко «Подготовить предложение по коренным проблемам улучшения экономического и научно-технического сотрудничества между странами-членами СЭФ». Материалы готовились для совещания руководителей партий и правительств стран-членов СЭФ. За следующий 1968 год страны обменялись своим видением, как же реформировать СЭФ. Поляки опять тянули вперед. Владислав Гамулко в своих предложениях прямо заявил, что существует срочная необходимость разработки комплексной программы социалистической интеграции. Общий настрой его документа звучал как интеграция либо коллапс. Поляки опять ставили вопрос о введении международной социалистической валюты, единого рынка товаров широкого потребления стран СЭФ, создания совместных предприятий. Венгры поддержали поляков и писали о необходимости создания единого социалистического экономического сообщества. Для этого нужно было разработать собственную систему цен, валюты, таможенных, кредитных и иных механизмов. В конечном счете должно было возникнуть единое экономическое пространство от границ Восточной Германии и до Тихого океана. Составной частью этого должен был стать переход к выработке согласованной экономической политики для того, чтобы сразу разрабатывать пятилетние планы с учетом международной кооперации. В духе шедших тогда во всех странах рыночных реформ в предложениях поднимался вопрос об экономической заинтересованности предприятий в международной торговле внутри СЭФ, а о возможности установления прямых связей, а не через министерства. ГДР тоже поддержала курс на более тесную интеграцию, ставив вопрос о том, что страны должны специализировать свое производство, чтобы каждая выпускала ограниченный круг изделий, но зато лучшего мирового уровня. Румыния, как обычно, заявила, что ее все устраивает и ничего менять не нужно. Неожиданно позицию против усиления роли СЭФ занял «Газплан Советского Союза». В докладе, который «Газплан» подготовил для советского представителя в СЭФ «Лисечка», было заявлено, что неправильно понимать принципы пролетарского интернационализма как обязательство более развитых в экономическом отношении стран всегда и во всем оказывать прямую или скрытую помощь менее развитым. Они подчеркивали, что такой подход на деле усиливает вредные настроения национального эгоизма. В докладе «Газплана» требовалось пересмотреть систему цен, так как она делала неоправданно выгодным экспорт в СССР устаревших машин и оборудование, поскольку цены на них назначались по капиталистическим аналогам, без поправки на качество и технические свойства. В ответ СССР гнал сырье, тоже по мировым ценам, но без поправки, что советские условия добычи требовали более высоких вложений. Напомню, что это было до образования ОПЕК и скачка мировых цен на нефть, когда ее добыча была далеко не такой прибыльной, как сейчас. Авторы доклада заявляли, Сложившиеся между странами СЭФ системы контрактных цен приводят к фактической перекачке экономического эффекта от международного разделения труда и даже части национального дохода от стран, поставляющих топливо и сырье и импортирующих оборудование, в страны-экспортеры машиностроительной продукции и импортеры топливно-сырьевых товаров. Особенно ощутимо это сказывается на Советском Союзе. По расчетам Газплана, СССР ежегодно терял на международной торговле со странами СЭФ 1 миллиард рублей. Американский историк Рэндалл Стоун в книге «Сателлиты и комиссары» даже пришел к выводу, что вся торговая политика СЭФ вращалась вокруг возможностей, создаваемых искаженными ценами. И низкая заинтересованность европейских стран СЭФ в специализации и кооперировании промышленности была вызвана именно тем, что получать ренту от такой ценовой политики им было выгодней, чем от разделения труда. Газплан очевидно опасался, что усиление СЭФ приведет к еще большим убыткам от международной торговли. Он подчеркивал, что уже принятые Советским Союзом обязательства по поставкам нефти и газа требуют нарастить капиталовложения в их добычу за следующую пятилетку почти на 5 миллиардов рублей, а никаких средств для этого в народно-хозяйственном плане не предусмотрено. Газплан предлагал сохранить сложившиеся в 60-е годы систему согласований через министерство и через Газплан, а СЭФ развивать исключительно как центр стандартизации, обмена научно-технической информацией и составление прогнозов. Аппарат СЭФ, разумеется, выступал с прямо противоположными идеями. Сотрудники СЭФ признавали, что из-за трудностей в достижении договоренностей в многостороннем формате, в чем они особо винили Румынию, заинтересованные в сотрудничестве страны перешли в формат двусторонних переговоров, осуществляемых мимо СЭФ, что снижает эффективность мировой системы социализма как таковой. Главные проблемы сотрудничества, перенесенные для рассмотрения в более узкие рамки, не могут быть решены заинтересованными странами с должным учетом интересов всего социалистического содружества. Советские сотрудники аппарата СЭФ предлагали разработать долгосрочную программу СЭФ по развитию экономического и научно-технического сотрудничества между входящими в него странами и усилить роль СЭФ как центра этого сотрудничества. 4 июня 1968 года у председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина прошло совещание, на котором обсуждались оба проекта. Косыгин решил поддержать позицию Газплана. Итоговые предложения Советского Союза на совещание глав коммунистических партий состояли в том, чтобы совместное планирование и дальше велось Газпланами заинтересованных стран, а не СЭВом. И не в целом по всему народному хозяйству, а по отдельным направлениям сотрудничества. Газплан совместно с Министерством внешней торговли и Министерством финансов согласовывали бы объем и структуру важнейших товарных поставок. Цены, сроки и условия поставок. В тексте доклада несколько раз звучал тезис, что любая совместная внешнеэкономическая деятельность должна быть выгодна всем ее участникам. А если в силу внеэкономических причин СССР был бы вынужден рассматривать предложения, которые не обеспечивают прибыли для народного хозяйства, окончательное решение все равно нужно принимать только после сравнения потерь для экономики и политических преимуществ. Главное внимание в советских предложениях было сосредоточено на совместных инвестициях, то есть на справедливое оплате расширения советского выпуска в интересах стран СЭФ. Для той же цели предлагалось пересмотреть систему цен. В июле 68-го года состоялось совещание лидеров коммунистических партий. Но вместо обсуждения реформы СЭФ оно было посвящено Димаршу Чехословакии, которая отказалась направить на него своих представителей. Пражская весна явно выходила из-под контроля. В последующие месяцы лидеры Восточного блока занимались сначала попытками урезонить чехословаков, потом вводом войск, потом нормализацией ситуации. Вопрос о планировании в СЭФ опять был отложен. В итоге комплексная программа социалистической интеграции все-таки была принята, но лишь в 1971 году. Причем она отражала взгляд Газплана. СЭФ должен был сосредоточиться на прогнозировании, стандартизации, обмене научно-технической информацией, совместном планировании с заинтересованными странами отдельных видов промышленности. В 1980 году, через 30 с лишним лет после создания мировой социалистической системы, советские авторы в одной из книг о СЭФ были вынуждены признать. Ни сейчас, ни в обозримом будущем речь не идет о совместном народно-хозяйственном планировании или даже о согласовании отдельных показателей народно-хозяйственных планов. Тем не менее, даже в таком урезанном виде сотрудничество все же давало свои плоды. Многие из вас наверняка помнят венгерские автобусы Икарус, которые Венгрия производила на весь соцблок. А в некоторых городах до сих пор используются чехословацкие трамваи. Страны, сообщества совместно производили компьютеры серии ЕС-ЭВМ. Совместно строили многие предприятия, например, Усть-Илимский целлюлозный комбинат. А в Европе была создана объединенная энергосистема МИР, Объединенный парк грузовых вагонов и многое другое. Сводные показатели экономического развития стран СЭВ выглядят весьма привлекательно. По уровню национального дохода на душу населения это ближайший аналог современного показателя ВВП на душу населения. За 35 лет страны выросли кто в 4, кто в 6, кто в 8 раз. А Румыния, работавшая по принципу и нашим, и вашим, вообще смогла увеличить национальный доход в 12 раз. По среднегодовым темпам роста промышленности стран СЭВ устойчиво обгоняли и Западную Европу, и развитые капиталистические страны в целом, уступая только Японии. И можно только догадываться, каких темпов роста удалось бы достичь, если бы единое экономическое пространство стран социализма все-таки было создано. Подведем итоги. Совет экономической взаимопомощи был форумом, площадкой для обмена мнениями социалистических стран. Отдельные страны могли через СЭВ договориться о совместном решении тех или иных экономических задач. В процессе согласования был выработан механизм, который был плановым, но при этом не был директивным. И этим он был особенно ценен. Сейчас в литературе принято ставить знак равенства между понятиями плановая экономика, централизованная экономика, командная экономика. СЭВ доказал, что можно вести планомерную экономическую деятельность на принципах консенсуса. На мой взгляд, эта модель больше похожа на изначальные представления марксистов о социализме как обществе производственно-потребительских коммун, чем заточенная на догоняющее развитие централизованная модель, которая сложилась в Советском Союзе в 30-е годы. Проблемы СЭВ вытекали как раз из демократизма, заложенного в дизайн организации. Решения, принимаемые консенсусом, всегда требуют больше времени, чем решения, принимаемые в порядке единоначалия. В СЭВ ярко проявилась широко известная экономистам дилемма заключенного. Наибольшие выгоды получал тот, кто первым нарушал принятые договоренности. Но национальный эгоизм – не единственное объяснение, почему многочисленные попытки сделать СЭВ мировым госпланом раз за разом проваливались. В координации планов было задействовано несколько логик на разных уровнях. Политикам было важно обеспечить политическое единство Восточного блока, иногда ценой экономической эффективности. Плановым органам – обеспечить сбалансированное развитие национальных экономик. Отраслевым министерствам – бесперебойную работу своих отраслей. А конкретным производителям, в соответствии с проводимыми во всех странах реформами, получение прибыли. Неспособность на площадке СЭВ согласовать эти логики приводила к пробуксовке международного разделения труда в странах-членах СЭВ и, в конечном счете, ко все большему отставанию Восточного блока от развитых капиталистических стран. В двустороннем формате договариваться было проще, чем в многостороннем. Но и потенциальный выигрыш от разделения труда между любыми двумя странами был меньше, чем между всеми. Больше всех к единому экономическому пространству стремились развитые восточноевропейские страны – Польша, Чехословакия и ГДР. Они еще в 60-е годы предлагали ввести единую валюту стран социализма и раз за разом указывали, что слабость СЭВ толкает их капиталистам. Советский Союз в лице Газплана в 60-е годы занял оборонительную позицию, считая, что при существующих ценах, основанных на мировых, и положении СССР как главного поставщика сырья, ему интеграция вообще не очень выгодна. И чтобы не допускать убытков, надо каждый проект рассматривать отдельно. А попытки разработать свою социалистическую систему цен наталкивались на все тот же принцип работы Совета, что все решения должны приниматься консенсусом. Любое решение о ценах кого-нибудь не устраивало. В итоге, мировая система социализма распалась, и бывшим соц. странам пришлось встраиваться в мировое разделение труда на тех условиях, которые им предложил капитализм. Проголосовать против больше негде. Возможно, история Совета экономической взаимопомощи научит будущих социалистов больше заботиться об общих целях, чем о частном выигрыше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok